Новый пункт контроля на въезде из города установили на 44-м километре трассы Симферополь-Севастополь в селе Верхнесадовое. Здесь же он располагался в 2014 году во время русской весны. Теперь этот блокпост невозможно объехать по ближайшим проселочным дорогам. Этот пункт и так считался одним из самых загруженных, а теперь машин стало еще больше. Очередь из автомобиля тянется на несколько километров. Днем автомобилисты вынуждены ждать проверки по 2-3 часа. Утром и вечером, когда загруженность возрастает, еще дольше. Скажите, долго ждали в очереди? Ну, часа 2-10 минут где-то. Два с лишним, да. Я засек время. Как считаете, оправданы такие меры? Ну, я не знаю, может быть оправданы, но это очень долго, да. В следующий раз, честно говоря, мне сюда не захочется ехать уже. Водители необходимость пропускного режима понимают. Однако с каждым днем на улице становится все теплее, а пребывание в очереди томительнее. Погодные условия влияют и на саму проверку. Инфракрасные термометры, которые используют медработники на блокпостах, позволяют измерить температуру тела за несколько секунд, но имеют довольно большую погрешность – 4 градуса. Достаточно проехаться в машине под кондиционером или постоять в тени, и температура кожи окажется ниже нормы. Давайте попробуем мне измерить температуру, вдруг у меня тоже повышенная. Так, что покажет нам градусник? 31,3, не 36,6. Почему так? Он не слишком точный? Потому что градусник показывает верхние слои кожи. У нас с перепадом температуры. Если вдруг холодно, он показывает пониже. Но если вдруг очень тепло, он нам завышает. Как-то перепроверяете результаты? Да, обычным штутным термометром. То есть, если показало завышенное, друзья, вас просто перепроверят еще раз настоящим обычным термометром, который покажет уже точные значения. Медработники дежурят на пунктах пропуска почти месяц, 31 марта, и уже научились учитывать различные условия. Если температура водителя отклоняется от привычных средних значений, ее перепроверяют с помощью ртутного градусника, рассказывают врачи. По статистике, повышенная температура ежедневно обнаруживается у порядка пяти человек. При сопутствующих симптомах их госпитализируют. Если уже обычный ртутный градусник показывает повышенную температуру тела, собирается полностью анамнез, оценивается состояние пациента, происходит обследование, собираем жалобы и тогда уже принимаем решение. Либо это госпитализация пациента по профилю, какие жалобы по тяжести, состоянию, либо рекомендуем режим самоизоляции, вызываем участкового терапевта. Обязательно все данные передаем в Роспотребнадзор. Таким людям на дом приходят с патронажем, меряют температуру каждый день, берут анализы. Все под наблюдением. Кроме того, врачи оценивают состояние автомобилистов визуально и проводят опрос. Медики, водители и пассажиров просят отвечать максимально честно. Жалобное состояние здоровья нет? Это шикарное состояние здоровья. Термометрии вы проверяете, не проверяете? Высокое нет? Это же и не заморачивалось. Не меряете, да? Жалобное здоровье нет? Кашель, насморк, температура? Да нет. Всего в окрестностях Севастополя шесть точек контроля. В селах Вишневое, Верхнесадовое, Андреевка, Гончарное, а также в районе Байдаерских ворот и мыса Айя. Помимо врачей и скорой помощи, туда брошены силы и других медицинских работников города. Например, в Вишнево можно встретить медсестру спортшколы одного из ближайших сел. У нас есть сотрудники медицинских учреждений, которые к нам устроились на работу. У нас есть вакантные должности. Именно те сотрудники, которые могут только осуществлять эту термометрию, да, и плюс оказывать, грубо говоря, расценивать ситуацию. Они никто не работают у нас номером один, они все работают номером два. И непосредственно, если будет осуществлена эвакуация с блокпоста, решение будет принимать непосредственно фельдшер скорой помощи, который присутствует на блокпосту, По словам Татьяны Стульбы, все сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обеспечены средствами индивидуальной защиты. Более того, сейчас есть запас на два месяца вперёд. София Драговос, Анатолий Паньков, Севинформбюро.